Всем привет! Вы смотрите ЛОКО ТВ и сегодня мы расскажем про бег. Существует несколько видов беговых тренировок. Я бы хотел выделить гладкий бег, интервальный бег и челночный бег. Сегодня мы поговорим про гладкий бег или еще называют его бег трусцой. Во время беговых тренировок основное воздействие происходит на сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Повышаются ровные возможности организма, увеличивается выносливость, ускоряется обмен веществ, также укрепляются скелетные мышцы и сердечные мышцы. Также вы можете использовать чередование ходьбы и бега. Если вы чувствуете тяжесть во время пробежки, перейдите на ходьбу. И как только почувствуете, что сможете дальше продолжать бежать, переходите снова на бег. Во время беговых тренировок старайтесь использовать пульсометр для того, чтобы контролировать работу вашего сердца. Также не забывайте следить за техникой бега. Выбирайте не слишком длинные шаги, так как это будет более энергозатратно. Следите за положением стопы и обратите внимание на положение рук. Руки должны быть согнуты в локтях, кисти немного сжаты, движение происходит в плечевом суставе вперед-назад. Старайтесь не разворачивать корпус влево-вправо, держите спину ровно. Занимаясь беговыми тренировками, как и любыми другими видами активности, старайтесь соблюдать следующие принципы. Постепенно увеличивайте нагрузку. Начинайте с непродолжительных тренировок и только после адаптации вы можете увеличить нагрузку. Идите от малого к большому. Если тренировки такого типа вам не подходят и вы чувствуете дискомфорт, вам следует обратиться к специалисту для того, чтобы скорректировать программу тренировок в зависимости от ваших индивидуальных особенностей. И помните, спорт для всех и для каждого. Продолжение следует...